Всем ашер-ях, пацаны! И, как вы поняли, сегодня у нас Моргенштерн, Слава Мерлоу и их трек Ice. У нас 152 удара в минуту сегодняшний BPM. И самый главный синт на сегодня у нас это GMS. Стандартный плагин из FL Studio. Заходим в пресет, T-Lit Synth. И выбираем пресет, который называется SuperSav. Вот этот. Он почти идеальный, нам нужно его чуть-чуть подстроить. Noise, то есть шум откручиваем. И вот здесь Sav в минус 12 меняем на нолик, чтобы звук стал повыше. Ну и еще ревера дофига на нем. Так что мы его открутим, вот переключаемся на ревер. И по RAM X чуть-чуть убавим. В целом все, он уже почти идеален. Начнем прописывать уникальную, нигде не заслетившуюся, абсолютно авторскую и очень интересную сложную молодежь, с G5. Тут, 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 напоминаю, она так звучит. Можно даже громкости добавить. Но нет, удаляем ее, потому что мы пойдем другим путем. Ставим снова G5. Дважды на него кликаем, делаем его слайд-нотой. Accept, вот таким покороче слайдом его делаем. Ставим G4 подлиннее нотку и отключаем слайд. Чтобы было... Конечно, я понимаю, что это очень сложно, но вот так вот звучит в оригинальном треке. И поэтому мы будем делать точно так же. И здесь вот ставим на D. Чуть-чуть нотки можно подсократить с альтом. И потом Ва-Ва внизу в конце. С и G-Shark. А здесь у нас будет G наверху и D. Немножко запинает этот звук. Снова открываем GMS. Настройки стандартной FL Studio. Порт имона включаем и... Стало идеально. Теперь, чтобы звук стал совсем крутым, скинем его на микшер и повесим на него оригинальный плагин OTT. Я хотел сказать, бесплатный. И слишком жестко откручиваем вот это и вот это откручиваем. Получаем нормальный звук. Outgine можем немного открутить, потому что он слишком громким становится. Окей, теперь время баса. Вот этот басец мы добавляем. И он длинноват для этого трека. Envelope, атака на ноль, холд на ноль, сустейн на ноль, релиз на ноль и дикейм. Идеально. И это, знаете что? Это тотальный ебой, потому что мы прописываем бас. И давайте сделаем его на G4. Вот так. Теперь Ctrl-L. Ctrl-B. Ну а теперь на октаву вверх перенесем вот это. Ту-ту-тун-тун-тун. Вот так. Ту-тун-тун-тун. Вот, ебой. Ту-тун-тун-тун. Ну а теперь нам нужно нажать Ctrl-B. И мелодию мы тоже продлим. Я сейчас правой кнопкой мышки дважды кликнул на Ghost Channel, перешел туда. Вот так. Дело все в том, потому что у нас здесь будет не т-д-дэн, а тан-тан-тун. А для этого переносим сюда. Ебой. 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 Колонируем басец. Зачем? Чтобы Ctrl-C, Ctrl-V сюда. Но вот этот сделаем Ctrl-В. И у нас будет лейеринг баса. Я понимаю, это вообще дебилизм, идиотизм. Но тем не менее, мне так показалось, что в этом треке что-то такое сделано. И такого эффекта я добился вот таким вот образом. Мы просто вот этот более верхний слой чуть-чуть убавим и... Вы слышите вот этот? Высокочастотный призвук и вообще очень кайфово звучит. Мне очень нравится. И еще там есть еще одна фишка. Развернутый бас по середине. Звук, который происходит так, типа... В середине паттерна для этого нам нужно сделать клон баса вновь. Заходим в Envelope, отключаем его. Последовательность действия крайне важна. Правой кнопкой мышкой жмем на Time, жмем 1 бар. И я нажимаю на разные ноты, и высота тона не меняется. Чтобы она менялась, в моде переключаем на Stretch. И вот он снова меняется. Теперь жмем Reverse и получаем... Теперь ставим реверснутый бас вот сюда, например. Реверснутый бас у нас будет звучать еще выше на октаву, то есть на G6. Еще, естественно, везде нужно прожать Cut It Self. И теперь мы можем кинуть бас тоже на какой-нибудь один отдельный канал микшера. Пусть это будет третий канал. И время добавить остальные сэмплы. Начнем, наверное, с кика, потому что кик это круто, кик это важно. И вот этот сэмпл нам вполне подходит. Кик у нас будет играть полностью по басу. Вот так вот. Вот так вот. Теперь все это Ctrl-B. И здесь вот это уберем. Е-бой. Итого мы получаем Boost EQ. А EQ это, по сути, то же самое, что и Boost. Ну, примерно. Только вот как я понимаю его работу, заглянуть в нажатие F1 и посмотреть help, это же не для меня. Если вы его добавляете, то он делает акцент на более низких частотах. Когда вы его откручиваете, он акцент, наоборот, перемещает чуть повыше по частотам. И вот этот звук меня вполне устраивает. Осталось добавить хай-хэт. Пусть будет этот. Вполне нормальный хай-хэт. Чуть убавим. Ctrl-B зажимаем. И у нас будет наверху. И, кстати, важный момент. Этот биток, вот этот биток, биток вот этот, который мы сейчас делаем, вы уже прямо сейчас можете послушать у меня на SoundCloud. Ссылка на мой SoundCloud в описании под видео. Там будет этот биток. Там даже, наверное, MP3-шку можно будет скачать. И проект этого бита, вот со всей вот этой байдой, которая вы тут видите, будет доступен, когда это видео соберет 2222 лайка. Вот так вот. Вот так вот я офигел по сравнению с прошлым выпуском. Ctrl-U нажимаем. Приключившись заранее на 1 треть. И вот, собственно, продолжаем писать бит. И вот сюда эту фигню перетаскиваем. Е-бой, е-бой. И еще. Я чувствую, что посчитать количество е-бой в этом видео почти невозможно. Но если кто-то посчитает, то, естественно, как и в прошлом видео, я закреплю комментарий человека, который посчитает, сколько раз я сказал. Это сочетание двух. Не важно. Клэп. Обычный клэп. Да, они все примерно одинаковые. Добавляем вот этот рандомный клэп. Можем также его подбустить е-клюшкой. И, кстати, я чуть не забыл. Опять чуть не забыл. Опять в монастырь бы пришлось уходить. Я shift-ник не докрутил. Тотальный е-бой. И snare. Вот. Нормальный snare. Есть snare. Да, почти попались. Перк, перк, перк. Вот этот. Чуть про него не забыла. Это классный перк. Отлично. 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 Теперь все ударные скинем на микшер. Кстати, давайте для перка тоже крутанем. Shift-a немного. И все. Почти готово. Осталось капелюшечку эффектиков накинуть. Чуть-чуть совсем. Сегодня их будет совсем мало. Потому что вот этот синт, вот он красиво звучит. Но недостаточно широко. И поэтому мы добавим на него озоне и майджер. Вот так. Работаем по стандартной схеме. То есть включаем стерео айс. Добавляем вот так. И вот эту полосу съезжаем на больше 200 герц. Теперь сюда нажимаем, зажимаем и перетаскиваем его на басец. Потому что басец мы тоже хотим расширить. Потому что мы нормальные парни. Ну не очень сильно мы расширяем бас. Как-то так чуть-чуть совсем. Можем капелюшечку еще расширить тик. Но это уже не совсем обязательно. То есть вы могли заметить, что вот так вот перетаскивать пресеты это очень удобно. Вот тут вы видите. Типа если вообще монозвук, то прямая линия. Но так вот у нас чуть-чуть стерео появилось. Его совсем мало. Но нам этого достаточно. Хэт немножко убавим. И убавим основной синт. Теперь добавим клэп. И на клэп, естественно, мы тоже накинем озон. Потому что куда же на клэпе без расширения. И давайте еще расширим все-таки, наверное, наш перк. Перк с расширением будет круче. Да. Теперь осталось совсем малое. Добавить на мастер главный и большой озон 8. И настроить его так, чтобы все трещало, звенело. И потому что это Моргенштерн и Слава Мерлова. Все должно звенеть, пищать, трещать и скрипеть. Фокус динамик скрипеть не должно. Теперь добавим просто все модули, которые нам нужны. Напоминаю, это Exciter. Почему напоминаю? Я же не говорил до этого. Иммайджер. Динамика Q. И, конечно же, винтаж EQ. Максимайзер ставим на последнее место. На предпоследнее иммайджер. Перед иммайджером динамика Q. Перед ним винтаж EQ. 200 Гц чуть-чуть вырежем. На динамика Q поставим Low and Control. Пам-пам-пам. Е-бой. Е-бой-е-бой. Энхансед спейс. Включаем. Включаем. И стало гораздо круче. Вот, короче, все крутые свистоперделки включаем. Exciter попробуем поставить. Gentle High End. Да, стало круче. Просто микс немножко открутим у него. Exciter у нас тут добавляет только одну полосу наверху. И просто у него откручиваем микс. И чтобы он чуть поменьше влиял. И теперь, и теперь, и теперь, и теперь. Я каменщик! Я не ел три дня! Нужно добавить этот эффект. Это из переозвучки какой-то. Ну, короче, ну, вы уже, наверное, и сами посмотрели, откуда это. И на всякий случай ссылку на видос вот с этим сэмплом я оставлю в описании. Вот этот сэмпл. Я каменщик, работаю три дня! Без зарплаты. Без зарплаты! Без зарплаты! Без зарплаты! Без зарплаты! Без зарплаты! Без зарплаты! Короче, вот. Скинем его на какой-нибудь прекрасный 13-й канал микс, что я немножко убавил. Я каменщик, работаю три дня! Нажимаем на вот эту иконочку наверху. Автомейт Volume. И вот здесь, в правой кнопке мышки ставим точечку. И делаем вот так вот, чтобы... Начинается бит, и этот сэмпл становится потише. Еще это совсем не обязательно, потому что я не собираюсь сделать никакую структуру, но мы можем сделать Split by Channel, чтобы просто было покрасивее, чтобы в плейлисте все выглядело пообъемнее. Итак, Shift, зажимаем, верхнюю и нижнюю выделяем, вот так перетаскиваем. И получаем вот такой вот битецкий. Заберите свой металлолом! Вот такой вот получился биток. Вот такой вот видос. Я надеюсь, он вам понравился или чем-то повеселил. В общем, если это так, если хотя бы чуть-чуть было полезно, если хотя бы чуть-чуть было интересно или просто понравился биток, то можете поставить заслуженный лайк этому видео. А если было неинтересно, скучно, бесполезно, полная ерунда, то ставьте заслуженный дизлайк, ну что поделать. И как обычно, напоминаю, что у меня есть большой, полноценный видеокурс по битмекингу от А до Я. Чтобы узнать о нем подробнее и заказать его, напишите мне, ссылка на меня в описании под этим видео. Напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. Еще обязательно посмотрите другие видео на моем канале, потому что если вам понравилось это видео, то другие вам понравятся точно, и они точно будут вам интересны. И в общем-то все, давайте послушаем виток. И с вами был Стас, я напоминаю, да, вдруг вы забыли, что меня зовут Стас Гарфплот. Всем пока, увидимся в следующем видео. Стас Гарфплот Стас Гарфплот